Спасение на земле, на воде и на высоте. В Курске 18 раз проходит многоборье МЧС. За победу борются 9 команд. Соревнования выявят лучших спасателей, способных оперативно решать возникающие во время чрезвычайных ситуаций задачи. В течение 4 дней спасателям предстоит показать свою выучку и подготовку. Один из самых сложных этапов – промышленный альпинизм. На этом этапе соревнований отрабатываются навыки спасения с высоты. В качестве условно пострадавшего используется макет парашютиста, зацепившегося за линию электропередачи. Спасатели действуют оперативно и с помощью специального оборудования спускают пострадавшего на землю. Евгений Бредихин работает спасателем второй год и уже не понаслышке знает о важности альпинистского снаряжения. Женщина вылезла на балкон и сидела на перилах, хотела упасть. И спасатели с верхнего балкона спускались по веревкам и туда ее в квартиру толкнули, чтобы она не выскочила. В ближайшие дни за победу в соревнованиях будут бороться 4 профессиональных аварийно-спасательных команды, 4 пожарно-спасательных подразделения Курской области, а также курсанты автотехнического колледжа. Лучшие из лучших. Поэтому, конечно же, они и себя увидят, вернее, себя покажут и других увидят, над чем нужно работать. Поэтому это очень важный этап проверки уровня готовности наших спасателей к самым сложным ситуациям. А их у нас в современной жизни, к сожалению, очень много. Состязания включают в себя 4 этапа. Техногенный, природный, 3-х километровый кросс, а также комплексное силовое упражнение. Одним из условий является использование спасателями своего штатного оборудования. Подведение итогов и награждения победителей состоится 13 сентября. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.